На новые массовые сбои в интернете на это жаловались во вторник днём пользователи Телеграм, причём не только в России. Также были перебои в работе Ютуб, ВКонтакте, приложении мобильных операторов, чем это может быть связано и каковы последствия. Масштабные сбои в российском интернете во вторник днём наблюдались серьёзные проблемы в работе Телеграм, других мессенджеров и соцсетей. О причинах и последствиях Михаил Задорожный. Проблемы в российском сегменте глобальной сети возникли на фоне сообщений израильских СМИ, по данным которых хуситы повредили систему подводных кабелей на дне Красного моря недалеко от побережья Йемена. Сами хуситы заявили, что ничего такого не делали. Южноафриканский провайдер СИКОМ также опроверг информацию о том, что причиной повреждения оптоволоконного кабеля стала атака хуситов. По данным компании повреждение связано с другими причинами. Всё это привело к серьёзным перебоям в работе интернета в Индии и странах Персидского залива и могло сказаться на работе различных онлайн-сервисов в России. Продолжает управляющая РТМ-группа, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царёв. Мы не знаем, как конкретно работает каждая социальная сеть или каждый сервис, но обычно они балансируют нагрузку между регионами. И если вы, условно, пользуетесь телеграммом из России, вам, скорее всего, приходится взаимодействовать с сервисом на территории России. Если вы работаете с телеграммом на территории Японии, то близким к Японии сервисам. И как только происходит разрыв соединения, то есть серверы между собой начинают плохо взаимодействовать, связь идёт по более длинному маршруту. Таких, как вы, когда много, тогда и связь происходит медленнее, может какой-то сервис отказаться работать, потому что идёт перегрузка по другому маршруту. Российские пользователи стали сообщать о сбоях в телеграмм, ВКонтакте, Ютуб и рядом мобильных приложений около полудня. Мессенджер работал крайне нестабильно. У кого-то отображались уведомления, но сообщения не проходили. У кого-то не было вообще ничего. Также появлялась информация о проблемах в телеграмм в ряде других стран, включая США и Германию. Но если судить по статистике на сайте daundetector.com, то за границей сбои не были массовыми. Со сбоями столкнулся председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. У меня коммуникации построены на 70% рабочих в телеграмме и на 30% в WhatsApp. Я с первого не понимал, что происходит, потому что вдруг внезапно закончились задачи, проблемы и вопросы. Вдруг мне никто не пишет. Потому что в обычном режиме я дохожусь без ВПНа. Поставил ВПН, вдруг все резко стали писать. И уже после этого стал копаться, где что происходит, как оно происходит и чего касается. Но я думаю, что на многих это сказалось тех, у кого построены автоматизированные системы на телеграмм-бутиках. Очень много построено сейчас контрольных историй и уведомительных разнообразных, и на бизнес-предприятиях, на бизнес-процессах. Я думаю, вот у них сейчас как бы это было неприятное размышление. А что будет, если телеграмм действительно заблокируют и куда дальше убегать? В России работу телеграмм восстановили в течение полутора часов. Как рассказал в беседе с Думы ТВ зампред Думского комитета по информационной политике Антон Ткачев, падение мессенджера и ряда других сервисов произошло из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора. Возможно, в ходе перенастройки произошел какой-то сбой, и интернет-фильтры перестали нормально работать. У российских пользователей на непродолжительное время стали доступны без ВПН заблокированные ресурсы, такие как, например, Инстаграм, принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремисткой и запрещена. Продолжает IT-специалист, автор телеграм-канала «Эшер-2» Филипп Кулин. Есть такие свидетельства. Более того, у меня есть практически личные свидетельства на эту тему. Ну, то есть, как бы друзья именно конкретно проверяли. Скорее всего, это связано с тем, о чем говорят в случае, то есть плохо работает фильтр. Скорее всего, это была не очень штатная ситуация для Роскомнадзора, и они просто попросили его отключить. То есть, в документах прописано, что если плохо работает, то можно его отключить. Вот, и пустить интернет в обход этого фильтра. И, собственно, так и случилось. Предыдущий массовый сбой в российском интернете произошел в конце января. Отмечались проблемы в работе сервисов Яндекса, Авито, Озон, Вайлберис и других интернет-компаний, целого ряда крупных банков, а также операторов Большой Четверки. Многие пользователи не могли зайти на госуслуги. В координационном центре доменов РУ и РФ причиной этого назвали техническую проблему, связанную с системой доменных имен.